Анастасия Вот, зашла на сайт госуслуги, там прошла по всем, вот, как это, инструкция была, да, проговорена, все прошла, зарегистрировалась, отправила заявку, потом, там, через какое-то время посмотрела, в каком она процессе обработки, было написано, что заявка ушла на рассмотрение, и вот первого числа, в день защиты детей, неожиданно она упала, и было, ну, прям приятно, потому что я просто попробовала, по принципу, а вдруг. На поддержку приморских семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет из федерального бюджета поступило 1 миллиард 85 миллионов рублей. Единовременную выплату получат почти 200 тысяч детей и подростков. Первые средства уже начали поступать на банковские карты приморцев. Также ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет проводится в эти дни специалистами соцзащиты населения. Эта мера социальной поддержки предложена президентом Владимиром Путиным в январе этого года, чтобы поддержать семьи с низким достатком. Оформить выплату можно с помощью госуслуг или социального портала Приморского края. На всех семей, у которых есть дети от 3 до 7 лет и имеющие доход ниже прожиточного минимума за прошлый год, предоставляется очень хорошая мера социальной поддержки в размере величины половины прожиточного минимума. Прожиточный минимум у нас 14 тысяч 442 рубля. Соответственно, выплата составляет 7 тысяч 221 рубль ежемесячно на каждого ребенка. Первыми получателями стали больше тысячи маленьких жителей края. 8 июня в Приморье очередные 50 миллионов рублей направлены на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Пособия дойдут до 1600 маленьких жителей края. Эта выплата у нас по законодательству предоставляется с 1 января. То есть те дети, у которых возраст уже составляет 3 года на 1 января, в июне месяце получают за все 6 месяцев. То есть 43 тысячи рублей. И далее они будут получать ежемесячно в размере 7 тысяч 221 рубль. Чтобы получить нужную выплату, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда по предварительной записи. За консультацией по вопросам демографических выплат можно обратиться по телефону 8 800 30 22 145. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики обсудили эксперты из Москвы и Владивостока в формате телемоста. В столице Приморья состоялась выездная онлайн-сессия Восточного экономического форума. Участники оценили феномен дальневосточной кухни и его влияние на привлекательность нашего края для туристов. В прошлом году Приморский край вошел в число наиболее привлекательных у иностранных туристов регионов России. А общий турпоток показал прирост 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Мы видим, что Дальний Восток в сочетании возможности представлять высококачественные свежие морепродукты, а также использовать тот потенциал, который есть там и по таежным продуктам, есть тот потенциал, который может сочетать умелое использование приморского меда, эллиутерокока, различных таких деликатесных морепродуктов, может быть там брендом дальневосточной кухни. Сейчас это направление все активнее и активнее используется. Как известно, Приморья имеет высокий потенциал в области деликатесных морепродуктов и даров тайги. Регион может стать примером для других субъектов Российской Федерации и представить идеи и опыт организации гастротуризма, который с каждым годом становится все популярнее. Если это туристы внутри России, то им интересно все. Им интересно вот маленьких рычков, креветок, крабов, ну, все, что связано с нашим морем. Если смотреть на туристов из Азии, то у них целенаправленный продукт – это краб. Они у нас действительно доступнее, чем у них, и поэтому целенаправленно они приезжают – краб, краб, хотим краб. В нашем крае уже успели завоевать популярность фестиваля, посвященные камчатскому крабу, дальневосточному гребешку и приморской мидии, корюшке и наваге, а также одному из самых экологических приморских продуктов – меду. По статистике, в среднем в день такие мероприятия посещают до 5000 человек. Зачастую именно гастрономический туризм становится поводом посетить Приморья повторно. У нас уникальные террары, у нас уникальные продукты, и туристы-то тоже сами проводят какое-то исследование и едут туда, где все это есть. Вопрос в том, что мы сейчас должны это сформировать стратегически, как стратегически устойчивый бренд, в том числе для того, чтобы продавать себя дороже, и чтобы регион срабатывал больше. Отметим, власти Приморского края до 15 июня подготовят план по восстановлению туристской отрасли и преодолению последствий коронавируса, а также создадут условия для постепенного снятия ограничений с предприятий, задействованных в этой сфере. Это неминуемо нужно делать, потому что для Приморья туристический бизнес, туристический сезон имеет огромное значение для людей, которые на сегодняшний день лишены возможности работать, несут затраты по содержанию баз, по содержанию ресторанов, по содержанию гостиниц, ну и само по себе для туристов, которые связывают свои, так скажем, отпускные с возможностью побывать на море. Гастротуризм – очень востребованное направление современной туриндустрии. Для России это относительно новое явление, которое, однако, способно значительно увеличить привлекательность того или иного города или региона, направление развития туротрасли Дальнего Востока, проекты и меры поддержки для инвесторов. Это одна из основных тем деловой программы Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Первый в России зеленый танкер Владимир Мономах готов к ходовым испытаниям. Это танкер нового поколения, спроектированный с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Построенный на судостроительном комплексе «Звезда», танкер предназначен для транспортировки нефти в неограниченном районе плавания. Главное и вспомогательные энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе с жиженом природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам. Именно за высокий уровень экологичности танкер типа «Афромакс» называют «зеленым». Сегодня производим первую бункеровку танкера Владимир Мономах в обеспечении проведения швартовых испытаний. Мы берем 340 тонн легкого дизельного топлива для производства ходовых испытаний. Для выполнения ходовых и швартовых испытаний нефтяная компания «Роснефть» поставила на танкер более 300 тонн высокоэкологичного топлива ДМФ ВИД-3. Содержание серы в нем не превышает 0,5%, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов. Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК «Роснефть». Нефтяная компания обеспечивает судоверфи основную пилотную загрузку, размещая заказ на 28 судов любой сложности и назначений. В настоящее время в портфеле заказов комплекса «Звезда» серия из 12 экологически безопасных танкеров типа «Афромакс». На данный момент ведется строительство четырех из них. Олег Завьялов, Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на восьмом. В Приморье плановая госпитализация больных, отмененная из-за эпидемии коронавируса, может возобновиться с 29 июня. Все помещения должны быть продезинфицированы, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и протестированы. Отмечается, что решение о возобновлении стоматологической помощи принимает федеральный центр. Мера по отмене плановой госпитализации была вынуждена. Связано это было с больничными очагами заражения коронавирусом. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, и постепенное его смягчение не означает, что санитарные правила не должны соблюдаться. Туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Ростуризма. Подчеркивается, что многое будет зависеть от эпид-ситуации в каждом конкретном регионе. Ранее вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 1 июля в России стартуют межрегиональные туристические поездки. При этом июнь уйдет на подготовку объектов инфраструктуры к запуску. Для этого, по его словам, необходимо подготовить систему здравоохранения, особенно в тех субъектах, которые традиционно принимают основной поток туристов. Кроме того, жители России смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Приморские театры могут открыться в июле, артисты приступят к репетициям, а в середине месяца двери откроются для публики. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка после выступления с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием региона. Вопрос о том, когда можно будет приступить к репетициям и последующим показам спектаклей в учреждениях культуры, задал Ифим Звенятский, художественный руководитель театра имени Максима Горького. Кроме того, худрук попросил уточнить, будут ли запланированы бюджетные средства на реконструкцию театра. Глава региона попросил вернуться к этому вопросу позже, когда нормализуется эпидситуация. Число мер социальной поддержки в Приморье за 2019 год выросло на 25%. За их получением обратилось свыше 700 тысяч жителей региона. Такие данные озвучил губернатор в ежегодном отчете перед Законодательным собранием. Социальная поддержка – одно из важнейших направлений работы правительства региона. В прошлом году ее спектр был расширен. Количество мер выросло с 57 до 76. На эти цели было направлено около 14 миллиардов рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – более 4 миллиардов рублей. В 2020 году на соцподдержку предусмотрено еще больше денежных средств – 18 миллиардов. Прием заявлений для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения стартовал в Приморском крае. Благодаря такому подходу проживающие не по адресу регистрации, граждане смогут принять участие в плебисците там, где им это будет удобно. Подать заявление для участия в голосовании по месту нахождения можно до 21 июня в территориальной избирательной комиссии МФЦ или на едином портале государственных и муниципальных услуг. Напомним, само голосование продлится 7 дней – с 25 июня по 1 июля. Сервис «Мобильный избиратель» также начал работу по всей стране. Участники голосования, которые будут находиться за пределами своего региона и, соответственно, не смогут проголосовать на своем избирательном участке, с 5 июня до 14 часов 21 июня могут подать соответствующее заявление через единый портал госуслуг, через многофункциональные центры МФЦ в территориальной избирательной комиссии и выбрать любой удобный участок для голосования как внутри региона проживания, так и в любом другом субъекте Российской Федерации. Аналогичное заявление можно подать с 16 июня по 14 часов 21 июня и в участковой избирательной комиссии. 300 миллионов рублей выделили на проекты, которые приморцы выберут в день голосования по Конституции. Соответствующие изменения внесены в региональный бюджет. Средства пойдут на реализацию проекта «Инициативное бюджетирование», который предполагает выбор жителями края социальных объектов для ремонта, благоустройства или реконструкции. Сделать это приморцы смогут в день голосования по поправкам в Конституцию России 1 июля, а также досрочно с 25 по 30 июня. Планируется, что набравшие наибольшее число голосов проекты будут реализованы уже в этом году. Владивосток подготовил несколько проектов – благоустройство скверов и парков, замену окон в школах, подсветку основных зданий и улиц. Ремонт Некрасовского путепровода стартовал в дальневосточной столице и его проведут на участке от остановки Некрасовская до стадиона «Строитель». В первую очередь по направлению за город. Здесь предстоит уложить два слоя асфальтового покрытия на подъездах к магистрали и самом путепроводе, заменить бортовые камни, отремонтировать железобетонные конструкции, восстановить систему ливневой канализации. Полностью перекрывать движения не будут, работы будут вестись по полосам. Подготовлен альтернативный проезд. Согласно контракту, окончательно все работы должны завершить до 15 ноября. Центральную площадь Владивостока украсили объемные цифры и буквы, которые составляют фразу «160 лет». Именно столько исполняется городу в 2020 году. С 1 июля в вечернее время инсталляция будет подсвечиваться. Территорию вокруг юбилейной скульптуры засадят однолетними и многолетними цветами и другими декоративными растениями. Отметим, что в этом году в районе Центральной площади появятся и новые гранитные лавки в сочетании с вазонами с деревьями и цветами. Помимо этого, улицы Владивостока украсят 30 топиарных фигур. Всего к празднику появится три светящихся объемных конструкции в разных районах. В Центральном сквере на Светландской 44 начали устанавливать топиарные фигуры голов бегемотов из искусственного газона. Основные монтажные работы завершены. В ближайшее время городские службы оформят территорию вокруг с помощью мраморной крошки. Напомним, 5 июня в сквере на Гайдамаке смонтировали топиарную фигуру в форме солдатской каски и гвоздики. Ее разместили в центре клумбы, недалеко от братской могилы моряков Тихоокеанского флота. Также новые фигуры появились на площади Луговой. Это морские котики. Городские службы занимаются оформлением пространства вокруг них.